В очередной раз в России горе, мы очередной раз опять снова потеряли Украину. Украина вступает в ЕС, о боже мой, российские политики рубут на себе волоса, украинские националисты радуются и торжествуют. Прежде всего нужно иметь в виду, что речь идет всего лишь о подписании двух соглашений с ЕС, одно из которых торговое, другое о расширенном представительстве. Эти соглашения, между прочим, имеют далеко не только европейские страны, но, например, и некоторые африканские, скажем, Алжир или Египет, находятся в разной степени ассоциированности с ЕС. В Латинской Америке полно таких стран, так что в этом отношении Украина отнюдь не приобретает какую-то особую европейскую идентичность. Честно говоря, ничего особенного не происходит. А вот в символическом плане это, конечно, нагружено. Пресловутый Янукович, которого долгое время рассматривали чуть ли не как агентом Москвы, причем в основном в Москве, за которого молились и родили, оказался самым обычным украинским евроинтегратором. Боже мой, какое несчастье! Что касается украинских националистов, топчущих российский флаг и все остальное, что нам сейчас показывают. Простите, Россия является очень непопулярным государством даже внутри самой России. Честно говоря, эту страну мало любят. И, наверное, потому что есть на это какие-то причины. В частности, российские граждане чувствуют себя довольно-таки несвободными, ущербными и обиженными. Украинцы, глядя на это, скорее всего, радуются просто потому, что у них у самих дела довольно плохи, но хоть у соседей хуже. Знаете, это как-то бодрит. Но пусть они этим взбодрятся, раз нет других причин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!